Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск. Накануне стало известно, что он вместе с супругой, тоже экс-депутатом, Марией Максаковой, уехал из страны и поселился в Киеве. Оба, по заявлениям самого Вороненкова, даже успели получить украинские паспорта. Он уже проходил в деле о мошенничестве, а по сути, рейдерском захвате, еще до пышной свадьбы с оперной певицей. Но тогда спасла депутатская неприкосновенность. Всем памятное и пышное торжество на охотном ряду по случаю рождения первого межфракционного ребенка. Так, другие депутаты называли первенца Вороненкова и Максаковой. Тогда никто даже предположить не мог, как новый гражданин незалежный будет отзываться о теперь уже бывших своих коллегах. Виталий Ханин убедился, эти самые коллеги в долгу не остались. Громкие фразы, которые бросает новоявленный украинец Денис Вороненков, стали информационной бомбой в незалежной. Бывший депутат КПРФ пересек границу, получил паспорт и сразу заговорил на языке украинского истеблишмента. Сам я не голосовал. За меня голосовали карточкой. Решение фракции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма. И карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал. Сразу после печатного интервью на телевидении здесь, экс-депутат пересказывает свои показания против Януковича. До этого говорил тоже для украинских прокуроров. Вороненков герой новостей номер один, и никто не вспоминает о его прошлом. Вот, например, твит августа 2014-го. Фотографии из поездки в Крым. Я был поражен его красотой. Полностью поддерживаю его присоединение к России. Впрочем, причины такой резкой смены политического курса легко объяснить новостью из Следственного комитета. По данным наших источников, Дениса Вороненкова объявили в федеральный розыск с обвинением в мошенничестве. Его подозревают в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы стоимостью 5 миллионов долларов. Следователи добивались снятия депутатской неприкосновенности еще в 2015-м. Но генпрокуратура отказала. Это уже, как мы знаем, определенная тенденция, когда люди, не нашедшие себя в России, эмигрируют на Украину. Тем более люди, у которых есть определенное, очень такое неприглядное прошлое. Впрочем, ради громких слов новые друзья готовы закрыть глаза и на криминальное прошлое. Вороненкова могут даже сделать депутатом Рады. Из громких законопроектов Дениса Вороненкова можно вспомнить разве что принятый закон об ограничении доли иностранцев в правлении российских средств массовой информации. А вот действительно прославился в стенах Госдумы бывший депутат КПРФ благодаря первому в истории межфракционному браку. Он женился на представителя Единой России Марии Максаковой. В буфете тогда угощали бесплатно. У Марии и Дениса родился сын. Теперь Максакова тоже получила синежелтый паспорт. Правда, даже на Украине у многих возникает вопрос, что такого невероятного сделали бывшие российские депутаты, чтобы за один месяц стать гражданами соседней страны. Якобы что-то такое Янукович обещал Кремлю. Близко не было ничего. И им нужны какие-то свидетели. Никого уже нет. А потом какой-то Вороненков мог бы эти вопросы знать. Откуда ему? Кому он нужен? При этом себя Денис позиционирует как российского офицера, честного отставного военного. Но не отвечает на вопросы о декларации 2015 года, из которой стало понятно, что у него 5 квартир и 5 машин. Он выступил в поддержку закона против офшоров. Но потом оказалось, что и сам владеет двумя компаниями на Багамах. В партии все это терпели или не замечали. А теперь вопрос о принадлежности Вороненкова решился сам собой. Правила не позволяют гражданам других стран быть членами российской партии. Он сам себе должен дать оценку, если он себя позиционирует русским офицером. Что касается партийной принадлежности, 6 числа он не является членом партии. Пока Вороненков выступает на Украине, его семья активно симулирует страдания от политического преследования. Сын экс-депутата якобы ушел из Суворовского училища. Вроде бы из-за психологического давления. Мария Максакова отменила выступление в Мариинке и уволилась из Гнесинки. По всей видимости для того, чтобы вместе с мужем запеть уже по-украински. Виталий Ханин, Егор Серпионов, РЕН-ТВ.